Приветствую вас на нашем канале, посвященном ремонту квартир своими руками. В данном видеоролике покажу то, как не надо делать электрику в квартире. Тут я долго вообще разбирался, как тут, что наплетено. Когда я начал делать ванну с туалетом, вот старая квартира еще, здесь, по-моему, когда-то общаги даже были. Здесь стоял когда-то счетчик старый еще. Здесь шли алюминиевые провода к нему, здесь стоял счетчик с автоматом. Потом его перенесли в коридор, вынесли вот сюда. Сейчас он стоит вот здесь. Самое прикольное, что когда его переносили, Давайте сейчас здесь залезем. То есть вот пришли с алюминиевых проводов, сделали переход на медь и притащили сюда, поставили здесь автоматы и счетчик. Здесь поставили на 32 А. Автомат, как бы основной. И развели разводку. То есть поставили на плиту 25 А. На розетке и на 20 А. И на выключателе 16 А. Но, что самое интересное. Провод, который от основного шел, он был алюминиевый. Ну, по-моему, он 3 на 2,5. Дальше медь посадили. Тоже 3 на 2,5. И он сюда вот приходит. Здесь, видимо, плохо поджали клеммы к автомату. И вот здесь маленько как бы правилось. Ну, я сейчас вскрывать не буду, но вчера мы это разбирали. Тут вот все поправлено было. Прям клеммы кое-где подгорели. Итак, дальше, видимо, провода закончились. И какие-то, видно, были провода алюминиевые. Вот четверка, алюминиевый провод. Его пустили с этого, с 32 автомата. Получается, они пришли вот сюда вот. На вот эти автоматы, которые идут по квартире. Провод вот этот четверка. Вот он отсюда идет. Один получается на шину. И фаза приходит на автоматы. Вот она получается. Так, но смотрите, что самое интересное. Выходят провода потом по квартире. Партерашка. То есть провода идут 3 на портера. То есть на плиту идет 3 на портера. И второй провод идет по всей квартире. Причем еще и на свет тоже идет 3 на портера. То есть я когда разбирался в этом, я просто спиратам не поверить даже не мог в это. Что это идет как бы на всю квартиру такой провод. Вот смотрите. Да, еще предыстория. Получается, пришел сперва один электрик это сделал. Потом старый это все, там подгорать этот счетчик. Ну видно клеммы плохо соединили. Вызвали другого электрика какого-то. Уже после этого, через какое-то время он пришел. Непонятно вообще зачем, поставил еще один автомат на 40 уже потом ампер. Как бы сказал, для уравнивания, не помню, напряжения или чего он там. Ну как хозяйка рассказывает. Зачем это вообще? Причем автоматы поставлены наоборот. Провода перепутаны. То есть на синем проводе стоит фаза, на белом ноль. Дальше вот получается, вот они поставили потом этот автомат. Получается там как конечно горело, так и это горело. Ничего не изменило. Дальше вот здесь вот. Вот этот вот провод белый, это вот как раз идет на основную квартиру. Он три на полтора. То есть вся квартира запитана. И розетки, и выключатели. Все запитано от этого провода. Квартира двухкомнатная. Ну мы так посчитали потом. Получается как раз это где-то 2 кироватта. Вот нагрузка примерно идет постоянно на нем. То есть он выдерживает 3-2 кироватта, если гостовский. Если там не гостовский, то он вообще 2-3 кироватта выдерживает. То есть ну видимо за это время ничего пока и не загорелось. Здесь тоже там наплетено непонятно что было. Ну тут даже я и высказывать не буду, потому что тут вообще не разберет никто. Это надо тут вдаваться. Потом самое интересное, что вот здесь вот провода, которые вот это расходились на квартиру, они были скручены просто с алюминиевым проводом. То есть медный провод скручен с алюминиевым проводом и как бы просто заизолирован. Ну и когда я начал тут это все расковыривать, тут вообще уже тоже все было оправлено. Ну то есть сейчас вот посмотрю вот на вот эти вот клеймники. Вот еще. Сейчас посмотрим. То есть вот смотрите заходит четверка. Она сходится по автоматам. И выходит портарашка по всей. Причем, ну конечно тут рано. Вот этот еще на плиту идет. Эти тут понятно, что тут даже перепутано. Тут не то, что на розетку и на свет. Тут и то, и на другое все сподряд. В общем, когда мы это все увидели, мы вообще в шоке были просто. Заходите на мой сайт, деларемонт.ру и на мой канал.